Так, вот сегодня мы будем заниматься варикозным расширением вверх. Очень интересный вопрос. Давайте сначала мы начнем с маха. Махи легко, да? Встаем на что-то, на какую-то подставочку. Ну вот у нас блоки, да? И туда-сюда шуруем ножкой. Но ножка вот эта должна быть в очень расслабленном состоянии. Еще, Лев, когда начинаешь делать, да, следи за ножкой. И потом, когда вторую начнешь делать, тоже следи и сравнивай, какое из бедер как двигается, какое свободнее, какое, знаешь, более затянутое. Вот, как говорится, слушай тело. Давай, поехали, попробуем. Да, расслабься, полностью расслабь ножку. Мы, кстати, стоим на каком-то возвышении просто для того, чтобы мы могли расслабить вот эту вот ножку маховую. Потому что иначе, да, когда мы ее расслабим, мы будем за пол задевать. Да. И попробуй другую ножку помахать и вот сравнив, что происходит. Это более напряженно. Это более напряженно? В суставах послушай ее, в тазобедренных. Все-таки самый большой сустав. Вот здесь вот. Вот здесь вот, да? Вот здесь вот что-то держится. То есть, смотрите, мы какими-то вещами, вот двигательными, можем всегда еще сами себя, как бы, можно сказать, диагностируем. Вот. То есть дома вы еще можете либо на книжку встать, либо вот на лесенке то же самое делать. И махи могут хоть сделать, смотрите, в любом направлении. Вот. То есть вы их еще спереди можете вот так поделать. Вы их назад можете поделать. Только назад аккуратно. Если у вас вот тут вот нету грыжи какой-то или протрузии, тогда, пожалуйста, можете их делать назад, да? Вот эти вот махи. Если грыжи есть, то, пожалуйста, не вздумайте их делать. Хорошо? Вот просто проверить. Вперед. Это более сложные такие нужно. Самое интересное, отдают вот здесь. Ага. То есть ты чувствуешь? Я чувствую, да. Я чувствую. Не то чтобы боль, а очень такое что-то неприятное. Да. То есть я думала, что плохо проверить что-то. Вот. Можно ручками поддерживаться за что-то. Назад то же самое. То же самое, да? В том же самом месте. А попробуй другой ножкой. Есть это ощущение? Этого ощущения нет. А. То есть сразу мы чувствуем. То есть что-то там где-то у нас не в порядке. Единственное, не очень легко держать баланс. Когда-то. Ну, можно придерживаться. Это не балансирующее такое упражнение. Не балансирующаяся поза. Причем в йоге, да, не только есть статические позы. Там очень много динамических поз. Это же, наверное, больше динамический поз, чем статический. Но это еще как бы аргумент. Почему при махах отдает здесь? Именно при, не вдоль, а поперечных? Ну, смотри. Во-первых, надо тебя диагностировать. Это может сделать специалист. У меня нету таких сертификатов, по которым я здесь это могу делать официально. То есть официально вы можете пойти к остеопату, вы можете сделать x-ray, вы можете сделать... Не, эморай не кости показывает, эморай показывает больше коннектор тиши, соединительные ткани, типа дисков и так далее. Но, да, можете там к херопрактору пойти. Они, по-моему, имеют право диагностировать. Я как йога-тичер не имею, но я могу вам сказать направление. О, типа чувствуешь, тут не так? То есть мне приходится быть политически корректной. То есть я не знаю, да? Вот, то есть я как бы могу предположить, но самая для меня, как бы, сейф сказать, иди проверься к ним. Вот, дальше, что мы делаем при этом деле? Мы делаем очень интересное упражнение. Моя подруга называет это тараканчик. Не знаю, почему тараканчик. То есть мы ложимся на спинку и трясем вот так вот ножками, стопами. Так вот, чтобы у вас ножки были, как жили. Сначала, кажется, это очень лёгкое движение. Ну, бля, попробуй. Ага. И начинаю стопами трясти. И тут тоже, да, надо включать мозги и проверять. Может, какая-то стопа не так легко трясётся. Правая нога. Правая нога. Правая нога, да. Начиная от стопы. И вся нога, она как будто что-то держит. Как будто что-то держит. Это там же было, где чувствовалось вот тут вот? Нет. Это противоположно ли? Нет, извините. Да, это та же нога. Та же нога с этой стороны. Но держит ощущение, что вот здесь вот какой-то ошелок. То есть мы уже видим, да, что у нас не только здесь. Боль у нас вот здесь. Может быть немножечко. Но мы чувствуем, что у нас уже где-то здесь что-то не то. То есть надо нам, по идее, ещё проверить, может быть, пальчики ног, может быть, пяточку там, щиколотку и так далее. Если вначале это очень легко, просто трясти ножками, то минутку протрясти. Сейчас мы посмотрим, как ли она у нас с этим делом справится. Нет, слегка. Легка? Легка. Ну ладно. Вот. Ну всё, потихонечку потрясли. Вот это в минуточку, хорошо? В минуточку. Вот. Вот Лена у нас не новичок, да, Лена? Нога это горячее. Горячее. Да. То есть похоже, что-то освобождается. Похоже, а у тебя варикозное расширение вен где сильнее? Или абсолютно одинаковое? Одинаковое дело. Одинаковое, да? Интересно, это было поинтересно посмотреть. Дальше, что мы делаем? Смотрите, такое наблюдение. Вены у нас полностью зависят от мускулов вокруг них. И обычно варикозное вен, расширение вен возникает вот в нижних частях. Но не в верхнем, а именно в нижнем. Потому что это дальше всего расположено от сердца. То есть когда сердце так бум, толкает кровь, оно идёт по артериям. У артерии есть ещё свои мускулы перистальтические, которые пихают что-то в одном только направлении. В другом они уже не пихают. То есть кровь ушла через артерии, передалась в капилляры, потом капилляры передают это всё в вены. В венах нету такого механизма толкающего. То есть опять-таки они зависят от мускулов вокруг них. То есть эти мускулы должны быть в идеальном состоянии. Пошли упрекать. Подъём. Девушка. Подъём. Так. Одно из моих любимых именно йоговских. Это вот поднятие на носочках. Встали. Пяточки. Вет, вставай. Пяточки держим полностью на полу. И мы растягиваем. То есть ты почувствуешь вот это вот растяжение. Причём встань так удобно, чтобы ты могла подняться наверх. Просто проверь, как ты сможешь, не сможешь полностью подняться. Ага. Во. Да. А теперь мы вот это вот поднятие будем делать с дыханием. Сначала мы просто будем. То есть вот мы опустились. И мы на вдохе идём наверх. Пошли, дедочка, наверх. Медленно, медленно идём, идём, идём. Вдыхаем. Но много воздуха не берём. Выше, 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 выше. То есть полностью. Полное напряжение икры, да. Задержали сразу с два. И медленно выдыхаем. Во, молодцы. И пошли вниз. Сейчас мы это будем сопровождать змеиным дыханием, ребята. То есть вдох через носик. И мы идём наверх. Вдох, 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 вдох. Пошли опять наверх, вдох, 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 полностью мышца напряжена. Так. Это нелегко. То есть выдвинуть легко. Так. И выдыхаем через зубы змеиные. И пока дышим, мы опускаемся. То есть вот насколько у нас дыхание медленно идёт, настолько же мы медленно опускаемся. Пошли ещё раз, дорогая. Пошли, 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 пошли. Ноги делали серьезные. И смотрите, да, пяточки расходятся. Нам этого нельзя. То есть мы стараемся, чтобы пяточки у нас были вместе. Умничка. Вот так вот мы делаем, пока у нас их линии начнут сжечь. Ну, стоп. Ощущение, что какая-то нитка внутри растягивает ноги. Растягивает. И выкров чувствуется вот эта вот часть. Вот именно вот здесь вот. Вот именно эта. Да. Ощущение... Вот как ты чувствуешь, когда ты долго воркаут, ты чувствуешь, что мышцы, что у тебя есть мышцы. Что у тебя есть. Да. Вот я сейчас чувствую, что они у меня есть. Они есть. Появляются. Красота. Красота. То есть да, вот это вот у нас потом. Мало того, нам надо будет ещё на hamstrings. И нам надо будет ещё на вот это. Что мы делаем в йоге на квадрицепсы, бедра. То есть мы теперь встаем на каблуки. Мы это вообще очень любим, эту позу. Мы будем делать черпл. То есть поза стульчика. Мы сгибаем таленочки ровно пополам. Узико мы уложим на бедра. Да. А ручки мы вытянем вперёд. Вот смотрите ещё что. Если ручки у нас не дотягиваются, чтобы они были на одной линии с туловищем, то уже это показывает либо затянутость плеча, либо травму плеча, либо ещё что. Вот Леночка, она уже тренированная. У неё шейка идёт прямо между ручек. И вот тут вот длинная. Некоторые люди, они полностью поднимают подбородок наверх. Изобразили неправильно. О, вот так вот ноги делают. Так нельзя. Вот теперь делай правильно. Умничка. А теперь что мы сделаем? Мы поднимем ручки наверх и туловище наверх. Ага. А угол вот этот сохраняй. То есть ты тут уже чувствуешь, да? Очень хорошо чувствуешь. Теперь мы под стульечко поднимемся немножечко. Раз, два, три. Ощущается? О, да. Ещё чуть-чуть настолько же. Вот так, умничка. Ещё чуть-чуть. Ещё чуть-чуть. А, умничка. И полностью наверх. Всё, исходим отсюда. Вот это у нас поза стульчика. Как это влияет на ларикоз? То есть мы просто накачиваем вот эти вот. Да? Да, мы укрепляем вот эти мышцы. Да, да. Вот. И всё. И мало того, кроме всего, мы ещё занимаемся верхней спиночкой. То есть мы как-то можем делать нижний стульчик. Тогда мы будем больше на хеймстринг сработать. Но на то у нас есть ещё другие вещи. То есть для ларикозного расширения лент, смотрите, у нас тут идёт застой, да? И у нас идёт застой в ногах. Нам ещё нужно делать нижний пресек, но это мы чуть поплоще. Всё. Всё. Всё.